Уникальный для Анапы проект строительство напорного канализационного коллектора. Его реализация в центре внимания федеральных властей. Финансирование гарантировано в полном объеме и поступит уже в апреле текущего года. 250 миллионов рублей на первый этап строительства. На месте проведения работ главе Ростуризма рассказали о технологии строительства, практически не затрагивающей городскую инфраструктуру. Сафонов поделился с журналистами. Впечатлен. Увиденным доволен. Действительно, мы сейчас проехали по Пионерскому проспекту. Вы знаете, что в рамках реализации федеральной целевой программы идет в настоящее время строительство напорного коллектора. Это очень важно для Анапы, потому что, к сожалению, в настоящее время существуют проблемы с этим процессом, с канализированием. И процесс строительства идет очень активно. И очень важный еще один момент, хотел бы я подчеркнуть, что он идет нетравмирующим способом. Завершить грандиозный проект за два месяца, что остались до начала сезона, невозможно. Но, учитывая жизненную необходимость модернизации системы канализирования, работа продолжится при минимальных неудобствах для жителей и гостей Анапы. Да, в курортный сезон работы будут вестись, но будут вестись цивилизованным способом. Разрытий не будет. Там, где будут делаться приемки для прокладки трубы, будет ограждение цивилизованное, освещение и извинения. Это локальное неудобство, скажем так. Раз есть деньги, надо их осваивать. Надо делать, это очень важный момент. Действительно, нужно работать, и строители работают и днем, и ночью. Задача стоит, чтобы, конечно же, как можно, менее было вот это вот негативное влияние на туристов. Но эту задачу нужно решать. Она насущная, она необходимая. Что касается прогноза на предстоящий сезон, то он оптимистичен. По словам экспертов, на рынке туриндустрии продажи путевок на курорты Краснодарского края по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно возросли. Ожидается, что на Черноморском побережье отпуск проведут свыше 12 миллионов отдыхающих. Продолжение следует...